Время начинать наше служение, это особенное служение, оно совершается только один раз в год, и я очень рад, что вы все пришли, чтобы принять участие в этом служении. Помолимся. Господи, Боже наш, мы сердечно благодарим Тебя за Твою безграничную любовь и милость к нам, которую Ты доказал, послав в мир Сына Своего, а Христос явил делом то, что возлюбил сущих на земле до конца, возлюбил их, отдал себя в жертву умилостивления. Мы сегодня собрались, чтобы здесь вспомнить о цене искупления нашей души, как дорогому Тебе, чтобы это побудило и нас любить Тебя и помнить о том, что Ты приготовил нам Царство Небесное, чтобы мы не осуетились и не прилипли к этой земле, но чтобы помышляли постоянно о горнем, откуда ожидаем Тебя. Благослови это собрание, слово благослови, которое будут братья говорить. Приготовь наши сердца к достойному участию вечерей, и пусть имя Твое будет прославлено в этом собрании. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ходи, молится Христос, после царь течет кровавый, Ты грехи мои повез, наносил Тебе я рады. Бог наш, Отец, сухи мои повез, наносил Тебя. Бог наш, Отец, Сын и Святая Дух. Аминь. И Господь, когда за меня танцул взывая, Не забыть мне никогда это слово, без внимания. И Господь, когда за меня танцул взывая, Но молился ты, Господь, когда за меня танцул взывая, Не забыть мне никогда это слово, без внимания. О, молился ты, Господь, когда за меня танцул взывая, Не забыть мне никогда это слово, без внимания. Один молится Христос. И Господь, когда за меня танцул взывая, Не забыть мне никогда это слово, без внимания. О, молился ты, Господь, когда за меня танцул взывая, Не забыть мне никогда это слово, без внимания. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Такая страстная неделя у нас сейчас. Наверное, все в душе своей так переживают, чувствуют. Может быть, знаете, такой маленький отголосок в нашей душе Отдается тех времен, что испытывал Христос. Сегодня мы с вами здесь собрались вместе для одной цели. Для одной цели, чтобы помыслить о претерпевшем над собой Такое поругание от грешников. Мы собрались для одной цели, чтобы возвестить То, что сделал нас Господь Иисус Христос. Мы собрались для того, чтобы исполнить Его заповедь, Которую Он нам дал. Он сказал, что Он заповедал. Творите сие в мое воспоминание. Итак, я хочу прочитать место из Писания, послания к евреям, 12 глава, с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который вместо предлежащей Ему радости Претерпел крест, пренебрегший по срамлениям И воссел одеснуя престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вы знаете, как нам нужна сила, Сила Божия в нашей повседневной жизни. Как часто мы себя чувствуем, знаете, Такие изнемогшими, немощными, слабыми, упавшими. И здесь апостол Павел говорит, «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание». Вы знаете, когда человек забывает мыслить об Иисусе Христе, О том, что он сделал, он просто, знаете, он слабеет и изнемогает. Брат Ваня в прошлый раз проповедовал о том, Что если человек забывает, что Христос все видит, То у него возникают проблемы. И вы знаете, здесь точно такая же ситуация, Когда человек забывает думать об Иисусе Христе, Он слабеет и изнемогает. Можно так сказать себе, знаете, поставить диагноз, Если я слабею и изнемогаю на пути Иисуса Христа, Я просто не помышляю о претерпевшем над собой такое поругание. Я просто не помышляю о своем Господе. Потому что если я буду помышлять о Господе, Здесь написано, «Чтобы вы не ослабели и не изнемогли». То есть Господь нам дал средства, Чтобы мы были бы сильными, Чтобы мы все могли и шли по этому пути, На который мы встали. На какой мы путь встали, братья и сестры? На широкий путь встали? Нет. На узкий и тернистый путь. Но этот путь, Иисус Христос, Евангелие от Матвея говорит, Седьмая глава. Я бы хотел открыть. Евангелие от Матвея. Матфея, седьмая глава. Тринадцатый и четырнадцатый стих. «Входите тесными вратами, Потому что широки врата, И пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут им, Потому что тесны врата, И узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их». Немногие находят этот путь, Который ведет к жизни. Но вы знаете, Такое чудо для нас Бог сделал. Мы нашли этот путь. Мы встали на этот путь. И он теперь, это поприще перед нами. И очень многие думают, Что очень, да, Очень трудно найти этот путь. Немногие находят. Но Писание говорит, Что не это только важно, Найти этот путь. Апостол Павел говорит, Что важно пройти это поприще до конца. Когда мы встали на этот путь, Надо его пройти до конца. И не только пройти до конца, Но когда мы пройдем до конца, Чтобы войти в Царствие Небесное, Потому что в Библии написано, Ничто нечистое туда не войдет. Не только дойти, Потому что очень многие люди Встают на этот путь И идут. Но с чем они идут? По этому узкому тернистому пути. Апостол Павел в первом стихе говорит, Итак, имея вокруг себя такое облако, Свидетели, свергнем в себя всякое бремя, И запинающий нас грех, И с терпением будем проходить Предлежащее нам поприще. Знаете, человеку открылся этот путь, Он встал на него и пошел. Вот с таким большим бременем греха Он идет и с надеждой, Сейчас я дойду до Царствия Небесного. Невозможно с бременем греха И запинающим грехом дойти туда. Может быть и возможно. Но представляете, человек вот с таким грузом Приходит ко входу в Царствие Небесное. Ко входу. Кто его туда впустит? С этим бременем греха. Поэтому апостол Павел говорит нам, Если ты хочешь пройти это поприще, Этот путь, есть определенные условия, Чтобы иметь успех, Чтобы идти по этому пути. Знаете, не падать и не ослабеть. Потому что закон такой, Что вот брат проповедовал о льве. Я помню, не давайте место дьяволу. Дьявол ходит, как рыкающий лев. И что он в первую очередь хочет похитить? Уничтожить? Уничтожить? Ну в природе, да? Стадо всяких там антилоп или там еще кого-то, да? Слабые, больные, изнемогшие. И в духовном принципе тот же может быть принцип. Потому что Господь не хочет, Чтобы мы на пути ослабели и упали, И враг погубил нас. Он хочет, чтобы мы дошли. Итак, есть еще один такой стих, Который, можно сказать, повторяет. Вот этот стих, «Помыслите о претерпевшем». Ну человек думает, Ну помыслите о претерпевшем, Это, наверное, когда я уже ослаб, Упал, тогда я буду думать о Господе. Зачастую так человек уже упал, И говорит, все, буду сейчас о Христе думать. Конечно. Христос говорит, Приходящего ко мне не изгоню вон. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Конечно, Господь поможет. Но это запасной выход. Он хочет, чтобы мы не ослабели, Чтобы мы не в тот момент думали о нем, Когда уже упали, Но чтобы мы, когда шли по этому пути, Думали о нем, помышляли. И это происходило бы всегда. Вот во втором послании к Коринфянам Есть такой стих замечательный, Он так мне понравился. Второе послание к Коринфянам. Четвертая глава, Десятый стих, Можно его высветить на экран. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Подумайте об этом. Всегда. Не, не иногда. Не один раз в год. Не один раз в месяц. Даже не один раз в день. Всегда. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, Чтобы для чего? Чтобы и жизнь Его открылась в теле нашим. Братья и сестры, Как мы хотим, чтобы в нас открылась жизнь Иисуса Христа? Как мы хотим жить, как Иисус? Но вот оно условие. Всегда нужно носить в сердце своем Вот этот подвиг, Вот эту жертву, которую сделал Христос на кресте, Это есть сила Божия. И если я этого не ношу, У меня просто нету силы. Просто ее нету. Ее негде взять. Это единственная для нас сила Всегда носить в теле мертвость Иисуса Христа, Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Вот только подумайте, Жизнь открылась в нас. Мы встали на этот путь. Мы идем, и знаете, Как ближе и ближе к рассвету, Больше и больше эта жизнь открывается. Чем чаще и больше мы носим эту жертву в себе, Тем сильнее бьет вот этот ключ жизни в нашем сердце. Итак, чтобы мы имели успех, Нам нужно, встав на этот путь, Свергнуть себя всякое бремя и запинающий грех. Вроде так легко сказано, да? Легко сказано, да? Даже долго не надо говорить об этом. А вот сделать, как это, братья и сестры? Ведь здесь не написано, что должен кто-то свергать с нас, да? Иисус Христос или еще кто-то. Понятно, что без его жертвы, как я сказал, Мы просто бессильны. Мы ничего не можем сделать. И здесь он призывает, свергнем себя. Кто знает историю России или бывшего Советского Союза, Помните, там свергали царя, самодержавия, да? Свергали. Чтобы кого-то свергнуть, нужно иметь силу больше, Чем кого ты свергаешь. Если ты слабый, ты никак не можешь свергнуть того, Кто сильнее тебя. И царя, его лишили просто этой силы. Его лишили силы. И у него не было силы просто противостоять, У него не было власти. Никто его не слушал. И поэтому дело времени было просто его свергнуть. Ты свержен. И вы знаете, если у нас нету силы, То мы просто не способны свергнуть себя, Это бремя и запинающий нас грех. Просто у нас нету этой способности. Как бы мы ни хотели, что бы мы ни прилагали. Но вы знаете, в чем заключается для нас вот эта благодать? Что Иисус Христос своей смертью, Он лишил смерть вот этой силы. Он лишил грех вот этой силы. Он лишил плоть вот этой силы над нами. Можно так сказать, как-то я говорил уже об этом. Вы работаете где-то на предприятии. У вас есть начальник. Он имеет над вами силу и власть. Он вам говорит, вы идете и делаете. Он говорит вам не делать. Вы не должны делать. Если вы начнете делать, он вас за это накажет. То есть он имеет власть и силу вами повелевать. И вы ничего не можете сделать. Но, скажем, по каким-то причинам, Его взяли и понизили этого начальника ниже вашей позиции. В хелпера. Я видел, как лидмена, который командовал, Его поставили хелпером, помощником. И теперь Он не имеет никакой власти и никакой силы. Вы знаете, вот Бог вот что-то подобное сделал в нашей жизни, когда грех и плоть имели над нами власть. Но Христос своей смертью, можно сказать, лишил их силы. И нашу позицию поставил выше, чем они. И теперь можно сказать, от нас зависит, слушаемся ли мы свою плоть, слушаем ли мы грех, или мы просто говорим, ты знаешь, ты теперь надо мной не имеешь власти. У меня есть Господь, которому я буду поклоняться и служить. Это о том, чтобы свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех. Я прочитаю одно место, где конкретно говорится о том, что Господь лишил, отнял силу. Это послание Колоссянам, вторая глава. Колоссянам, вторая глава. Колоссянам, вторая глава, тринадцатый и пятнадцатый стих, если можно открыть. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Ну, в Библии еще есть места, которые говорят эту же мысль, что Господь лишил силы и власти. Поэтому мы в очень хорошем положении, братья и сестры. Мы можем встать на этот путь, и вот это бремя, которое у нас есть, мы можем его свергнуть. И грех, о котором мы запинаемся, или который, как многие считают, их запинывает, то есть пинает, разницы нету, мы можем это свергнуть. Наша задача свергнуть это, у нас есть, и взять на себя другое бремя, которое дает Иисус Христос. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот на этом пути тоже без ничего идти нельзя. Когда за Иисусом хотели пойти кто-то ученики, Он говорит, кто идет за Мною и не берет креста, не может быть Моим учеником. Не может. Да, многие думают, я сейчас время себя снял греховное, Господь дал свободу, и теперь я свободен. Нет, время и иго Иисуса Христа на нас. Это Его, Он шел по этой жизни, смиряясь, терпя поношение и поругание, пренебрегая всякое посрамление. И вы знаете, и вот этот шаг, когда мы возьмем на это себя, у нас будет открываться вот эта жизнь, жизнь Иисуса. С терпением будем проходить подлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, который вместо подлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Вы знаете, на этом узком и тернистом пути нам не будут радоваться, улыбаться, и говорят, какие вы молодцы. Вместо радости Иисусу написано здесь крест и посрамление, но Он этим всем пренебрег. И нам на этом пути слава этого мира не нужна. Она ее не будет просто-напросто, не может быть на этом пути славы для нас. Но будет посрамление. И вот важная задача, вы знаете, пренебречь этим. Да без разницы, что там кто обо мне говорит. Я христианин, я дитё Божие. В школе кто учится. Не стыдитесь, если вам кто-то вас, посрамление на вас несёт. На работе, где угодно. Христос это прошёл. Смотрите на Него, как здесь написано, взирая на начальника и совершителя. И тогда нас будет ждать успех впереди. Мы, если будем помышлять о Господе, мы не ослабеем и не изнеможем. Если мы свергнем себя это греховное бремя и возьмём Иго Христа, то мы действительно Его ученики и будем идти по этому пути. И, конечно, это трудности, это испытания нашей веры. Но мы, взирая на Иисуса Христа, как Он шёл, мы будем иметь вот это терпение, видя, как Он терпел. И в конце, конечно, мы встретимся с Ним. Мы встретимся с Ним. Вы знаете, хочется до конца пройти этот этап. Не только встать, не только пройти этот путь, не только войти в это Царствие Небесное, но ещё самое главное остаться там навеки в этом Царстве. Потому что на каждом этом пути, на каждом этом пути есть тот момент, даже вот в конечном итоге, когда, помните, Христос говорит, что когда даже изгоняемыми, когда увидите себя изгоняемыми вон из Царствия, человек шёл, вошёл, пришёл, и его выгнали. очень-очень такой путь, братья и сёстры. Но Христос, Он прошёл этот путь, Он наш вождь. Поэтому мы сегодня вспоминаем Его смерть. Вы знаете, ещё в конце хотелось бы такой вот, такой, вот пример, что ли дать, как нужно всегда носить смерть Иисуса Христа. Ведь если смерть Иисуса Христа в моём сердце, вы знаете, вот эта смерть, это яд для греха. Смерть Христа, это яд. Если я буду носить всегда эту весть о Христе, эту память, помышлять, то место греху просто не может. Грех не может находиться в этом месте, где смерть Христа. Вы знаете, это вот как лекарство какое-то, когда, если кто-то занимается огородами, но это примитивный пример. И вот какие-то насекомые едят эту культуру, побрызгали ядом, они все ушли. И растение начало расти, дышать, иметь силу. Так и в нас. Смерть Христа, это для нас жизнь. Это для нас жизнь. И смерть Христа, как для нас жизнь, так смерть для греха, для плоти, для всего то, что не угодно Богу. Пусть Господь нас благословит. Всегда помышлять о Нем. Во всякое время, на всяком месте. Аминь. Помолимся. Благодарю Тебя, Господь, за Твою смерть на кресте. И за то, что Ты эту весть донес до нас, Господь, через века. И что мы о Твоем подвиге можем знать не только понаслышке, но испытав на своей личной жизни, Господь. Какая это сила, Твой подвиг, Твоя смерть, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел уничтожить грех, Господь. Слава Тебе. Что Ты пришел очистить народ себе, Господь. Слава Тебе. Благодарю Тебя, что Ты нам показал этот путь, который ведет к жизни и к жизни вечной, Боже. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам свое бремя и свое иго, Господь, которое благо для нас. Слава Тебе. Я молю Тебя, я прошу, благослови нас всегда, всегда носить в своем сердце то, что Ты сделал для нас, чтобы эта весть о Твоей смерти, она в центре жизни нашей была, Господь. Потому что это сила для нас. И с этой силой мы можем только победить врага. Благослови, Господь, нас всегда помышлять о Тебе, о том, как Ты жил, как Ты умер, как Ты воскрес, Господь. Благослови нас всегда взирать на Тебя, потому что Ты сейчас на небесах и смотришь на нас, Твое око над нами, Господь. Слава Тебе. Благослови нас, Господь, и веди по этому тернистому пути, проходить это побрще с радостью и силою, не изнемогая. Слава Тебе, Иисус. Аминь. Когда Ты в саду молился пред Отцом, Господь, когда Ты в слезах склонился за меня, Господь, когда Бог от ров стекал, Ты в парень не пребывал, пред толпою Ты стоял все за меня. Господь, когда на распяте Ты был осужден, Господь, когда всем казалось, Ты был поражен, Господь, Ты вину за грех мой взял, Ты страдания принял, чтобы я свободным стал, все за меня, меня, Господь. Господь, Бог от нас, Бог от друзьям, Бог от друзьям, Бог от друзьям, Бог от слави, и белыми, и белыми, и всем раздав, и им слава сказал, друзья, которые. Присядьте, пожалуйста, я несколько слов прочитаю. Евангелие от Матфея, глава 26, буду читать со стиха 17. В первый же день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите Ему, Учитель говорит, время Мое близко, у тебя свершу Пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со Мною руку блюда, этот предаст Меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. При этом Иуда, предающий Его, сказал, «Не я ли рови?» Иисус говорит Ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, это тело Мое». И взял чашу, и благодарил, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это чаша Моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспевши, пошли на гору Илеонскую. Сегодня особенный день. Мы вспоминаем о том, как Иисус Христос во время празднования Ветхозаветней Пасхи установил Новый Завет. Идеи долго ожидали этого, потому что Пророк сказал, будут те дни, когда я заключу с вами Новый Завет. Чем же отличается Новый Завет от Ветхого Завета? Отличается и много, и немного. Вот мы прочитали, что первый день опресноков. Это Ветхозаветняя Пасха. Иудеи вспоминали о том знаменательном событии, когда Бог освободил их, как в Писании сказано, от железной печи Египта, где их изнуряли. Заставляли делать кирпичи, мучили их. И вывел их Господь из этой печи. Они так быстро шли, что не успели даже заквасить тесто. Квашни не сквашены были. Поэтому Бог потом повелел им все дни есть пресный хлеб, чтобы вспоминать о том знаменательном событии. А также у них были определенные кушания, там надо было ягненка этого. Они вспоминали о той крови, которую помазали, они перекладины, дверей, косяки дверей, когда ангел-губитель проходил. Все это ясно напоминало им, когда еще Моисей говорил, ученикам от Бога передал, что рассказывайте детям. И когда будут спрашивать дети, что это за знаки, вы говорите, что как чудно Господь вас спас от этого гнетения египетского. Но я хотел одну мысль передать. Это не моя мысль, она мне очень понравилась, я услышал ее. Настолько чудесно Господь подготовил свой народ для выхода из Египта, что с ними вышли не только иудеи, с ними и наплеменники вышли. Вот чудеса казни, которые Бог говорил, смерть первенцев так сполыхнула, что некоторые захотели пойти с ними вместе. С таким Богом стоит идти. Чудный Бог, могущественный Бог показал власть и силу свою, и мы пойдем с вами. Но могут ли наплеменники участвовать в этой Пасхе? Серьезный вопрос задали. Мы вышли, мы с этим Богом хотим быть, мы с вами хотим быть. И одно только условие. Обрежьтесь, и вы можете участвовать. Для язычника обрезаться, это значит порвать окончательно всякую связь с прошлым. Мы с вами тоже имеем духовное обрезание, братья и сестры. Когда мы порвались с этим миром прошлым, мы приняли крещение, вступили в завет с Господом, и мы имеем право участвовать в вечере Господи в Новом Завете. Но вы знаете, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете есть что-то общее. Вот мог ли вот этот иноплеменник, который принял обрезание, потом опять стать необрезанным? Подумайте. Никак. Никак. Это уже однажды произошло. Точно так. Однажды вступил завет с Господом, мы никак не можем уже опять быть теми, кто был. Да, мы можем их решить, густо и часто решить, но мы уже никак не можем быть людьми мира этого, в котором некоторое снисхождение даже у Бога есть. Они не знают. Но тот, кто знал и не делал, написано, бит будет много. Для иудея и для иноплеменника, который прошел вот эту процедуру обрезания, не участвовать в вечере, не участвовать в Пасхе, я уже говорю по-нашему вечере, не участвовать в Пасхе означало навлечь на себя смерть. Как было сказано, строго было сказано, кто не будет есть в Пасхе, душа та истребится из народа. Раз ты уже встал вот на этот путь, ты принял этого Бога, ты захотел быть с этим Богом, тогда надо уже выполнять то, что сказал Бог. Если мы по каким-то причинам уклоняемся от участия в вечере Господней, мы тоже читаем, что некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников, кто попирает Сына Божий и не почитает за святыню Крова Завета. Но Новый Завет отличается от Ветхого Завета. Вот брат Кротов уже сказал, и мы радуемся этому, что тогда надо было своими силами, но вот надо было делать все своими, сейчас нам помощь, наш Господь с нами постоянно, Он напоминает нас, но правильно кто-то сказал, и с этим нельзя спорить, потому что да, Христос готов оказать нам всякую поддержку и помощь, Он сделал для нас возможным быть детьми Божьими, быть в Завете с Богом, без Его жертвы этого невозможно, но нам нужно теперь свернуть бремя и запинающий грех. Нам нужно удалить все квасное из сердец наших. Мы на разборе рассматривали это. Наша Пасха Христос законно за нас, и мы тоже должны ее праздновать с опресноками. Вот мы прочитаем, наступил праздник опресноков. Евреи очень тщательно готовятся, я слышал о том, что сегодня в Израиле очень большую популярность имеют хаус-киперы, так называемые, вы знаете, это женщины, которые убирают. Богатые люди не хотят убирать, но нанимают, и огромные деньги платят. Они пылесосят, чтобы нигде даже капельки квасного хлеба не осталось. Все, генеральную уборку делают. Нам этого не надо делать, потому что Пасха наша Христос, мы без квасного Христе, но нам нужно, проверяя свое сердце, чтобы там никакого греха не было, чтобы никакой обиды друг на друга не было, чтобы никакой зависти не было, чтобы мы могли радоваться, помнить о том, что мы все идем в Царство Небесное, что мы должны помогать друг другу бороться за грехом. Да, у нас у всех это борьба, и потом решительная борьба, и поэтому, когда мы видим, кто брат или сестра из неба гает в этой борьбе, мы не судить их должны, мы должны молиться, встать в проломе, поддержать их, вот к этому призывает нас Новый Завет. Господь нам подал этот пример. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, Господь умыл ноги ученикам и сказал, и вы должны умывать ноги друг другу. Да, идя по пыльным дорогам этого мира, мы способны запачкать наши ноги. Там не побосыл, там ступил куда-то. Надо омывать ноги. Кто нам поможет? Мы должны друг друга умывать. То есть, умывать ноги – это прощать, очищать и свое сердце, и ближнего своего, делать свободными. Вот с таким настроением, если мы будем сегодня участвовать в Вечере Господне, мы достойно будем участвовать. Пусть Господь нас благословит. И как вот сам Иисус Христос на той Вечере преподал этот Новый Завет, Он взял хлеб, благословил этот хлеб, преломил и подал ученикам. Так и мы, сейчас ставши, помолимся о хлебе. Господи, Боже наш, мы сердечно благодарим Тебя за Новый Завет, который Ты преподал тогда в Иерусалимской горнице, ученикам Своим, а они передали нам. И мы сегодня, по великой любви и милости Твоей, сделались причастниками этого Завета. Господи, беден наш разум, беден наш язык, чтобы и оценить, и воздать Тебе достойную хвалу за эту благость и милость, которую Ты оказал нам. Ты сделал нас сынами и дочерями своими, вывел нас из этого мира и повел в Царство Небесное. И вот на этом пути Ты помогаешь нам. Ты окружил нас братьями и сестрами, которые также идут на этом пути и способны помогать и поддерживать нас. Если где-то мы ошибаемся, прощают нас, если где-то забываем что-то, подсказывают нам, помоги нам это помнить. И в этот памятный день установления Нового Завета дорожить этим званием детей Твоих, дорожить этим правом участвовать в этом Новом Завете, чтобы никакой запинающий грех не сделал нас заквашенными, чтобы эта закваска не осквернила многих. В этот час мы просим Тебя, благослови нас, проверив свое сердце, протянуть руку к этому хлебу, к телу Твоему, Аминь, с благовением и страхом, чтобы имя Твое святилось в жизни нашей, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 420 номер. «Зайдем на Голгофу, мой брат». Аминь. 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 Зайдем на Голгофу, небесảoенно. Сurenь. Субтитры подогнал «Симон» И преломил, подав ученикам и сказал «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломим». Участвовать в вечере Господней могут члены Церкви Христовой, которые вступили в завес Господом через Святое Водное Хрещение, в мире с ближними своими, не имеют ограничений. Гости, которые посетили нас, также могут участвовать на этих же основаниях. Да благословит нас Господь, участвовать во славу Его. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 И за виновных отдают на убиение. За грешником безгрешным был на небо вознесен. Голдовский подвигся вершим. За дождевом проснет. Он был пронзен копьем ветром. Где плава дали кровь, Что к этому его вело. К нам всем его любовь. Голдовский подвиг. Голдовский подвиг. Голдовский подвиг. Голдовский подвиг. Голдовский подвиг. Голдовский подвиг. Сели желающие участвовать в вечере, Участвовали в чаше. Голдовский подвиг. Голдовский подвиг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И держава, о, если меня Твоей не достиг, Но я лишь том, в сравнении, пред тобою, Как перед солнцем отреск одарел, И скроется с оталью головою, Пусть следит мне в пути Твоя царя, Но я лишь том, в сравнении, пред тобою, Как перед солнцем отреск одарел, И скроется с оталью головою, Пусть следит мне в пути Твоя царя, Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня, наверное, трудно промахнуться с темой. Почти вот и хлеб, и вино, Тело Иисуса Христа, пролитая Его кровь, Объединяет всех нас сейчас. То, что говорил брат Петр, то, что говорил Виктор Иванович, И то, о чем я буду говорить, по сути, об одном и том же. О пролитой крови Иисуса Христа, О тех страданиях, которые Он принес ради нас, за нас. И сегодня я хотел бы прочитать из Евангелия Теана, 6 главе, С 48 стиха. И этой проповеди я хотел бы, чтобы мы каждый для себя ответили на такие вопросы. Для чего вы живете? Для чего вы верите во Христа? Почему вы верите во Христа? Какая цель вашей веры? И я надеюсь, что, прочитав это Место Писания, мы найдем себе ответ, для чего мы должны верить. Не для чему мы сейчас верим, а как должно быть, чему учит Христос, чему учит Священное Писание, и чему учит, в частности, вот Евангелист Иоанн, когда писал это свое Евангелие. Давайте прочитаем. С 48 стиха. Хотел бы прочитать всю главу, но она очень длинная. Поэтому я еще вспомню несколько стихов из середины главы. «Я есмь хлеб жизни, от сына ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что я, идущий, его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес, и, идущий хлеб все, и будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеяли стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Плоть свою. «И я в нем, как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли, и, идущий хлеб, сей жить будет вовек». Это говорил он в синагоге уча в Капернауме. Знаете, откровенно говоря, это местописание очень долго меня смущало. Ну, я, наверное, подозреваю, что у многих из вас. Не так ли? Потому что такие слова Иисус Христос говорит, «Ну, что очень трудно понять, что он имеет в виду под этими словами? «Ешьте мою плоть и пейте мою кровь». Это противоречит моему, как бы, европейскому здравому смыслу. Это противоречит даже Священному Писанию, потому что каннибализм в Священном Писании строго запрещен. А тут Христос встает перед народом и говорит «Ешьте мою плоть». Ну, верно, не я один такой, не вы одни такие. Те, кто его слушали, также были смущены. Естественно, долгое время я воспринимал это местописание, как ученики воспринимали слова Иисуса Христа. Я просто не прочел их, не слова Иисуса, а реакцию учеников. Помните, дальше Иисус Христос спрашивает учеников и спрашивает, и задает им вопрос «А вы не хотите ли отойти от меня?» Вот многие ученики из-за этих слов отошли от Иисуса Христа. А ученики, 12 учеников стоят и говорят «В тебе глаголы истины, глаголы жизни, куда нам еще идти?» И они остались с Иисусом Христом. То есть, в принципе, я думаю, что каждый из нас, те, кто даже не понимает эти слова, я надеюсь, что хотя бы вот так вот поступает. Не понимая эти слова, просто воспринимают веру, эти слова, что они истины. Но все же проходит время, и мы должны давать ответ на многие вопросы, находить этот ответ. И вот Бог позволил в определенный момент моей жизни исследовать все-таки эту главу и понять, что же имеет в виду Иисус Христос. И первое, я думаю, что надо разобраться вообще, что Он имеет в виду под словом «плоть и кровь». Не так ли? Это самые яркие такие слова «плоть и кровь Иисуса Христа». Что Он имеет в виду вот в этой главе? Ну, наверное, первое, что возникает в сознании, когда я читал эту главу, это вот это. То есть хлеб и вино. И с одной стороны, я как бы согласен с этой идеей, потому что хлеб и вино, которые мы сейчас приняли, они указывают на Иисуса Христа, на Его ломимое тело, на Его пролитую кровь, указывают на Его смерть. И об этом Иисус Христос тоже в этой главе говорит, вот в 51 стихе, который я прочел. Иисус Христос говорит, «Я хлеб живой, сшедший с небес, и идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Он здесь однозначно, Иисус Христос однозначно и четко говорит, что Он умрет на кресте Голговском. Здесь Он не говорит, что Он на кресте, но Он дает понять, что Он отдаст свою плоть и кровь, Он отдаст этот хлеб, который дает жизнь вечную. Но здесь не написано, если честно, не написано именно о вечере Господней. Здесь нету такого постановления. Это произошло гораздо позже. Я не говорю, что здесь об этом ничего не говорится, но это понимается нами именно сзади, то есть с конца событий, с тех событий, когда Иисус Христос собрал своих учеников и установил это повеление вспоминать Его страдания через принятие вечери Господней. Но все же, в данном случае получается, все же, что имеет в виду сам Иисус Христос именно в этой главе, под словами плоти и крови. Давайте мы прочитаем сразу же несколько мест Писаний, как я и обещал. 27 стих, 32 и 35. Иисус Христос говорит в 27 стихе. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. 33 стих. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. И 35 стих. Здесь ясно просто. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Мне кажется, всякое сомнение тут развеется, развеивается, потому что вот в этих стихах и в тех стихах, которые я дальше прочитал, говорится очень ясно, что под плотью и кровью Иисус Христос имеет в виду себя. Он имеет в виду свою плоть и кровь. Ну, вы, наверное, может, кто-то уже сразу же задал вопрос. Так что же, Иисус Христос опять же буквально приглашает, предлагает себя съесть? Ну, конечно же, наверное, нет. Не, наверное, а я убежден, что нет. Это, ну, однозначно. Но что же все-таки имеет в виду Иисус под словом «есть», «кушать», «съесть его плоти кровь»? Давайте мы опять прочитаем несколько мест Писания, потому что, на мой взгляд, эта глава очень ясно отвечает на этот вопрос. Сам Иисус Христос. 29 стих. Я думаю, прочитаете стихи, даже комментировать почти не надо, сразу все станет понятно. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, Бог послал». 35 стих. Иисус же сказал им, «Я, если хлеб жизни, приходящий ко Мне, не будет алкать, и верующие в Меня не будут жаждать никогда». 36 стих. «Но я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете». В данном случае от негативного. То есть люди видели Иисуса Христа, но не поверили. А требование – увидеть Иисуса Христа и поверить. И 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь». Так что значит есть тело Иисуса Христа? Мне кажется, просто однозначно это верить в Иисуса Христа. Верить в пролитую кровь, верить в ломимое Его тело за нас. Потому что именно только таким образом мы получаем жизнь вечную, никаким другим. Но для тех, кто сомневается, я еще два стиха хочу привести, для того, чтобы всем было ясно. Мне просто, когда я исследовал, я просто удивился, насколько вот эти стихи ясны. 40 стих. Я его уже прочел, но еще раз прочту. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него», заметьте вот эти слова, «имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». И 54 стих. «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». Не заметили? Последняя фраза этих двух стихов идентична. Совершенно те же слова, ну, кроме там, и слова «имел» в 44 стихе, в прошедшем времени, а в 54 стихе слово «имеет» в настоящем времени. То есть эти стихи абсолютно идентичны. Только отличие вот в первой фразе «Воля пославшего Меня» в 40 стихе, «чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него». А в 54 стихе «едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь». Ну, на первый взгляд, если просто посмотреть, кажется, ну, разные стихи, разные слова. Но как раз-таки они абсолютно одинаковые. Потому что в 40 стих надо понимать буквально, там в данном стихе Иисус Христос этими словами буквально говорит «Веруйте в Меня». «Веруйте в то, что Я отдам свою плоть и пролью свою кровь. Веруйте в то, что Я есть настоящий Мессия». В 54 стихе же Иисус Христос уже говорит как бы притчей в переносном смысле. Он говорит, что «Ешьте Мою плоть и пейте Мою кровь». То есть однозначно, на мой взгляд, вот те стихи, которые я прочел, в них Иисус Христос призывает всех верующих, чтобы мы веровали в Иисуса Христа. И никакого другого ответа просто я здесь не могу найти. Потому что это становится понятно и это становится понятно не только моему разуму, но это еще становится понятно и становится в соответствии со всем остальным Священным Писанием. Ведь в Священном Писании очень ясно и понятно написано, что угодить Богу без веры невозможно. Если мы не верим и принимаем вечерю, приняли крещение, там, не знаю, что только не сделали, нету никакого пророка. Даже так и написано, к примеру, о крещении, что тот, кто будет крещен, веровать и будет креститься, спасен будет. А не будет веровать, не спасен. Основным как бы частью всей нашей жизни исполнения Священного Писания должно быть вера. И без нее невозможно. Без веры невозможно вообще никак спастись. И поэтому апостол Павел, Иоанн, Лука, все Священное Писание посвящено именно вере. И даже Старый Завет. Я думаю, что вот еще интересная мысль у меня возникает, что с помощью веры мы приобретаем очень тесные и близкие, неразрывные взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с самим Иисусом Христом. Вот даже в 56-м стихе в этой же главе Иисус Христос как раз об этом и говорит. «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем». Понимаете? Я думаю, что тут образ очень понятен для всех, для нас. То есть, когда мы едим, поглощаем пищу, перевариваем ее, пища становится нашей частью, неразделимой частью. Если все переварено, все на месте, то невозможно разделение пищи от нас. Более того, даже невозможно различить пищу от нас, потому что она становится нашей частью. То есть, точно так же, когда мы веруем в Иисуса Христа, веруем в Его спасительную жертву, мы становимся частью Его тела, мы становимся Его частью, мы становимся частью Его создания, Его церкви. И теперь мы как бы неразделимы и неразличимы от самого Иисуса Христа. это просто удивительная благодать Божия, милость Божия, благоволение Божие по отношению к нам, потому что без этого мы просто не могли иметь даже доступа к престолу благодати, как написано в Священном Писании. Это, возможно, стало только через жертву. Но, наверное, каждый из нас вправе за этот вопрос «А что нам до этого? Мне-то что?» Ну вот, что меняет это в вашей жизни сознание того, что Иисус Христос умер за вас? Я знаю, что каждый, наверное, должен ответить понятно, все, должно поменять всю нашу жизнь. Но я хочу все-таки на этот вопрос ответить в контексте именно этой главы. Почему вдруг Иисус Христос заговорил на эту тему с толпой народа? Для этого нам придется вернуться в начало этой главы. А в самом начале этой главы описывается ситуация, когда народ следовал за Иисусом. Почему? И там очень ясно написано во втором стихе. Потому что за ним последовало множество народу, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. То есть народ последовал за Иисусом, потому что он увидел доказательства или увидел сверхъестественные чудеса. Он увидел, что Бог, что Иисус Христос исцеляет больных. И они увидели в этом знамение. Дальше тут написано, что они начали между собой как бы говорить, переговариваться и говорят, а этот, наверное, тот самый пророк, которого обещал, наверное, Моисей. Они говорят, пойдем за ним, пойдем к нему. Они стали его искать, пришли к Иисусу Христу, и вот написано, что Христос, когда взошел на гору, он сжалился, там написано, и он накормил эту толпу. Он накормил людей, там было более пяти тысяч людей, он накормил их и ушел. И снова толпа народа стала его искать, и в конце концов пришла к нему и спрашивает Иисуса Христа, ты куда делся? Почему ты ушел? И они в этот момент хотели поставить Иисуса Христа царем. И вот там Иисус Христос ставит все на свои места и говорит интересные слова, такие, на первый взгляд, жестокие, ну, скажем так, не жестокие, а жесткие. Давайте мы их прочтем. 26 стих. Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вот хочу добавить кое-что. Как вы думаете, на фоне какой древнезаветней, старозаветней истории происходит этот разговор? манна. Манна. Совершенно верно. Именно почему вдруг иудеи подумали, что Иисус Христос есть тот самый пророк? Какой пророк? Я уже об этом сказал. Но если вы читаете историю Старого Завета, то вы сразу становитесь, сразу все станет на свои места, все станет понятно. Если вы вспомните, что это происходит именно на фоне того, когда Бог выводил израильский народ из земли египетской. Помните? Там произошло множество чудес, множество знамений Бог проявил для израильского народа для того, чтобы они поверили и Он вывел израильский народ из земли египетской. А когда они пришли в пустыню и ходили по пустыне, Бог их снабжал манной с неба. Поэтому когда иудеи увидели то, что произошло в этот момент, то, что происходило с Иисусом Христом, они отождествили Иисуса Христа с тем, что произошло в тот момент, в те древние времена. То есть, они увидели, как Иисус Христос точно так же, как тогда творил знамения, что Он творил чудеса, исцелял больных. То есть, чудеса творились великие при Иисусе Христе. А затем, точно так же, как и Моисей, Иисус Христос накормил народ, то есть удовлетворил материальные нужды этого народа. Но Иисус Христос их остановил и говорит, нет, вы неправильно поступаете. Дальше он в 27 стихе как бы разоблачает, вернее, в 26 разоблачает, но в 27 советует сделать, говорит, советует, давайте прочитаем. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Проблема иудейского народа, который в этот момент следовал за Иисусом Христосом, было в том, что они видели в Иисуса Христа, вот в Иисусе Христе Моисея, который мог бы их снабдить всеми материальными нуждами, которые они в этот момент переживали. Они надеялись, что Иисус Христос решит все их физические проблемы, исцелит больных, накормит, то есть они будут снова богатыми и обеспеченными людьми, не только избавит их от рабства, это другой вопрос, но вот в этот момент их привлекло то, что Иисус Христос удовлетворил их материальные нужды. И, на мой взгляд, вот именно эту мысль Иоанн пытается передать и нам, и каждому из нас. Потому что мы живем вот в этом физическом мире, и нам также необходимо удовлетворение наших физических нужд. Но, к сожалению, бывает так, что мы надеемся на Христа ради того, чтобы Христос удовлетворил наши материальные и физические нужды. Мы живем так, как будто бы и молимся Богу, и думаем постоянно об этом, только для того, чтобы Иисус Христос это сделал для нас. Но Иисус останавливает их и говорит, нет, не для этого Он пришел. Он пришел нам на эту землю для того, чтобы умереть, пострадать, отдать плоть, пролить свою кровь для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Не только были здесь обеспечены, и не полностью здесь обеспечены, а именно, чтобы мы обеспечили себя жизнью вечной. Потому что манна, как здесь написано, она накормит нас. Она накормит нас сегодня, а завтра, если ее нет, мы умрем. Она обеспечит нас сегодня, а завтра она закончится, и люди будут умирать снова. Манна не обеспечивает, то есть хлеб земной, физический, материальный и нужный, не обеспечивает для нас жизни вечной, не обеспечивает для нас награды на небесах, не обеспечивает для нас никакого спасения. Ничего этого оно не дает. А вот тело Иисуса Христа, Его пролитая кровь, именно как раз таки это и обеспечивает, и дает нам. Но если задать вам подобные вопросы, те, что я задал в начале, ради чего мы живем, ради чего мы верим во Христа, ради какой цели? Наверное, каждый из нас, наверное, правильно ответит, да? То есть ради чего? Ради Иисуса Христа. А ради чего мы верим во Христа? Для того, чтобы иметь жизнь вечную. И я думаю, что все мы знаем правильный ответ, но мне хочется, чтобы мы практически проверили свою жизнь. Мы на самом деле так верим? Вот сегодня уже об этом говорилось и очень часто говорилось. Вообще это можно по всем фронтам нашей жизни проверить. Но проверьте, о чем мы чаще всего и больше всего думаем в течение дня. О земном или о горнем, как написано в Евангелии от Матфея в Луки. Мы думаем о духовном, о небесном или о физических наших нуждах. Но я понимаю, что с мыслями очень сложно, потому что мысли, они как ветер. Они пришли, ушли. И если я сейчас работаю, то я должен думать о работе. То есть в данном случае я думаю о работе. Это земное, и я должен об этом думать. Но давайте проверьте себя хотя бы в молитве. О чем мы молимся? Ну, я сейчас не поднимаю вопрос, если вообще кто-то не молится. Для меня, ну это тогда вообще вы христиане или нет? Потому что вот здесь вот я только что прочел о том, что Иисус Христос своей жертвою наладил наши отношения с Богом. Отношения всегда предполагают за собой контакт, близкое общение, разговор. И разговор с Богом обеспечивает для нас только молитвы. Я другого способа не знаю. И само Священное Писание. Вот. Поэтому проверим, попробуйте проверить свои молитвы. Если мы в молитве прославляем Бога, величаем Его, если мы в молитве постоянно благодарим Его за все, что Он посылает нашей жизни и на нашем пути, если мы в молитве молимся за наше духовное состояние, если мы в молитве просим прощения за наши грехи, если мы в молитве просим за духовное состояние наших близких, родных, врагов, друзей, неверующих, Если мы в молитве молимся за церковь, за пресвятеров, за служение, за свое служение, то, мне кажется, вот в молитве мы помышляем о горнем. Но если всю нашу молитву мы занимаем только нашими нуждами физическими, материальными, если мы всю нашу молитву только и просим о том, как бы, Господи, покупить мне выгодно автомобиль или дом, а затем их продать выгодно, если мы только и просим о повышении зарплаты или выгодно поступить в колледж, чтобы выучиться на врача, чтобы потом очень много денег получать, вы не понимите меня неправильно. Если вы об этом не будете молиться, это тоже неправильно. Мы должны и свои материальные нужды представлять для Господа, полагать к Его ногам, чтобы Он и это все в нашей жизни усмотрел и довериться Ему в том пути, в котором Он нас поведет. Это однозначно, это должно быть. Но если 60, 70, 80 процентов нашей молитвы занимает именно это, то, мне кажется, что-то неправильно с нашей верой. Как-то мы неправильно верим в Иисуса Христа. Что-то неверно, что-то нам надо поправить. Я молитву привел только как пример. Это проверьте себя в других обстоятельствах. Как часто вы в церкви находитесь? Как часто вы говорите с людьми о Боге? Как вы часто священное писание читаете или духовную литературу? Как вы часто об этом размышляете? Не вы, а я, мы. И вот Иисус Христос в этой главе именно об этом и говорит. Он говорит о том, что мы должны для того, чтобы иметь жизнь вечную, для того, чтобы иметь тесные взаимоотношения с Иисусом Христом, по-настоящему поверить в то, что Иисус Христос – Бог, в то, что Иисус Христос – Богочеловек, в то, что Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти, умер ради нас и воскрес ради нашего оправдания. Давайте мы снова пересмотрим свою жизнь, снова будем молиться, снова будем исправляться, тянуться к тому свету, который Бог нам дает. Аминь. Боже, Бог, я присоединяюсь к этим молитвам и тоже, в первую очередь, благодарю Тебя за тот великий план спасения, который Ты даровал нам, Боже мой, за то, что Ты послал сюда Сына Твоего Иисуса Христа, Господа нашего, за то, что Он пришел сюда воплоти, стал человеком, что Он взял на себя грехи наши, за то, что Он был распят за нас и за наши грехи, что Он принял эту вину на себя, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты умер и воскрес. Я благодарю Тебя, слава Тебя, помоги, Господи, только мне и каждому здесь стоящему постоянно помышлять о Тебе, думать о Тебе, говорить о Тебе, делать все во имя Твое для славы Твоей. Прошу Тебя, Господь. Слава Тебе. Аминь. 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 А Нас спасти от грешных вражеских сил. По ношении не вся, взял мой грех он на себя, Кровь проливлю, да простил меня. Аллилуйя, План наш Спаситель, Аллилуйя, Аминь. На весе он смех кусил, Завершилось возгласил, Славит небо, вознесем он был. Когда Царь Христос приедет, Чистых сердцем соберет, Сон спасенный, славу вас поет. Аллилуйя, Чудный Спаситель, Аллилуйя, Аминь. И пусть и дружисть нам дана, Слава, Чисть, Слава. Наше собрание приблизилось к заключению. Нам осталось сделать объявление. К нам поступила просьба помолиться. Большая просьба помолиться за моего внука Илюшу Бондаренко. Ему 7 лет, и у него обнаружили очень редко заболевание глаза. Пока не нашли, где и как лечить. В этом городе, где они живут, в Манчестере. Таких специалистов нет. Нужно ехать в Бостон. Пока никто не знает, что будет дальше. Это сестра Лариса Лобода просит об этом нас. Брат Владимир Зубарев просит братьев Острижных, Алексея и Александра, Гаритова и Эдуарда, и Кадацкого и Виталия после собрания зайти в библиотеку. Следующее наше собрание пасхальное, братья и сестры. В воскресенье в 9 часов утра. Не забывайте, пожалуйста, ляжьте пораньше спать в субботу. Ну, побудьте у покоя по заповеди. И чтобы вовремя нам утром в торжественный день прославить нашего Господа в собрании. Может быть, еще какие-то есть просьбы к молитве или объявления, пожалуйста, скажите. Тогда помолимся об этом и будем заканчивать наше собрание. Наш, дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты ценой Своих крестных страданий открыл нам доступ к престолу благодати Твоей. И мы можем приходить к Тебе, чтобы получать благовременную помощь. Просим Тебя за этого мальчика, которому 7 лет, Илюшку. Господи, Ты помилуй его, Господи, и уразуми и родителей, и врачей, чтобы могли полечить его глазик и сохранить ему зрение. Господи, Ты податель благ. Для Тебя нет ничего невозможного. К Тебе приносим эту нужду. Ты услышь и скоро ответь на нее, и мы будем славить Тебя. Благодать Господу нашу Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Передавайте всем сердечный христианский пасхальный привет, кем будете иметь общение с миром Божьим. Благодать Господу. Благодать Господу. Благодать Господу. Благодать Господа. Благодать Господу. Благодать Господу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...